Физкультурно-спортивное движение Челябинской области в этом году отмечает 100 лет. Легендарные имена и фамилии, победы на Олимпиадах и чемпионатах мира, все это вписано в историю южноуральского спорта. Главный и ключевой ресурс этой славной истории – люди, чьими трудами достигнуты эти победы. В Челябинске по случаю такой красивой даты, 100 лет все же, готовится огромное масштабное торжество. О том, какие события проходили в этот период, расскажет уникальный гость. Сегодня мы познакомим вас с человеком, который 15 лет играл в народном театре при металлургическом заводе, около 50 лет преподавал физическое воспитание в Челябинском юридическом техникуме. Итак, у нас в студии гость Анатолий Рублев, судья международной категории, судья всесоюзной категории по легкой атлетике и олимпийский арбитр. Доброе утро! Доброе утро! Скажите, пожалуйста, ну вот можно ли хотя бы примерно, вот примерно сосчитать, какое количество за такой невероятный промежуток времени выстрелов на старте вы сделали? Ой, если бы это было сказано заранее, я бы примерно где-то подсчитал, да. Это настолько трудно подсчитать столько выстрелов, потому что, если не начинать с городских соревнований, и включая международные, которые у нас проходили, а я их обслуживал все, поэтому очень сложно, но это, наверное, где-нибудь за 50 тысяч. Анатолий Дмитриевич, скажите, а в чем вообще особенность вот этой работы? Какой он идеальный судья-стартер? Судья-стартер – это основная, будем так говорить, судейская профессия в легкой атлетике, поскольку именно со стартера зависит все буквально. Такова наша профессия, что стоят на старте, допустим, все 8 человек, особенно спринт 100 метров. Стартер должен обязательно чувствовать каждого. По поводу крупных мероприятий, да, вы же арбитр Олимпийских игр, которые проходили в Москве, например, в 80-м году. Какой-нибудь интересный, запоминающийся момент того времени? Ну, такой случай, например, на Олимпиаде 80-м был у меня, когда Пьетро Минео, к сожалению, его буквально 3 года назад он тоже ушел из жизни, это итальянский спринтер, который на 100 метров показал лучший олимпийский рекорд, установил, и лучший результат сезона в мире. Вот, и вот он мне, значит, не знаю, почему именно мне подарил итальянский значок, значит, олимпийский значок. Но меня заметили, вот кто-то, значит, и в конце дня ко мне подходит, значит, один из представителей Международного комитета и спрашивает, на ломаном русском языке с акцентом, товарищ судья Люплев, что вам подарил этот Пьетро Минео? Ну, я, конечно же, испугался. Я говорю, ну, значок, зачем взяли? Я не знаю, что ответить. А потом мне говорят, представляете, когда собрались, представляете, вот при даре этого значка, вы же знаете, что Соединенные Штаты бойкотировали Олимпиаду 80, и на завтра самая крупная газета, Нью-Йорк Таймс опубликует, значит, этот снимок, а это явно может быть заснято, а может и нет, но кто его знает? И вместо значка крупная пачка денег, долларов, и внизу будет сказано, что вот как покупают иностранные спортсмены советских судей. Вот у нас есть прекрасный легкоатлетический стадион, где проходят состязания российского ранга. Вот скажите, помогает ли это взрастить новых спортивных звезд? И как? Безусловно. Конечно, к этому стадиону, после того, как, будем так говорить, упразднили центральный стадион, который, в общем-то, известен был также на всю Россию, мне сейчас стадион стал, значит, я до сих пор знаю, все езжу в России, один из лучших в Российской Федерации. Мы знаем о вашем увлечении, я с вашего позволения, Аннушка, вас прерву. Но у вас ведь есть удивительный дар. Вы сами сочиняете стихи, или вы их просто... Ну, я себя считаю, ну, что значит, сочинять стихи? Есть сочинять, есть писать. Это разные вещи. Так, так, так. Вот. У меня была программа такая, встреча с интересными людьми. У меня не только чемпионы все олимпийских игр, которые у нас есть, призеры, заслуженные мастера, вплоть до... Антоний Дмитриевич, это как у нас сейчас, разговоры с интересными людьми. Мы сейчас хотим вас попросить, чтобы вы вот в этот знаковый все-таки момент, сто лет спорту Челябинской области прочли строки. Не каждый может бить рекорды. У нас сложный и коварный век. Но просто заниматься спортом способен каждый человек. Пусть не спортом, физкультурой, туризмом, лыжами, ходьбой, чтобы накачать мускулатуру, чтобы быть всегда самим собой. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за ранний визит и за это замечательное бодрое утро. Напомним, у нас сегодня в студии был Анатолий Рублев, судья международной категории, судья всесоюзной категории по легкой атлетике, а также олимпийский арбитр. Ну а что может заставить человека бегать? Ну если это не профессия, начнем с этого. Но, наверное, должна мотивировать какая-то звезда. Ну вот тут вопрос, какая звезда и кого может замотивировать здесь? С этим вопросом мы вышли на улицы города. Да.